Все семьи счастливы по-своему, а вот несчастливы одинаково. Я знаю, как спасти вашу семью. Добрый вечер! Вы смотрите пост-шоу проекта «Спасите нашу семью». С вами я, его ведущий, Дмитрий Кропачев. По статистике, 82% ранних браков распадаются еще в первый год совместной жизни. Но вот могут ли быть крепкими такие союзы? Или все же не стоит спешить под венец? Вы узнаете, с какими проблемами в отношениях чаще всего сталкиваются молодые супруги. Почему подростки хотят уйти из родительской семьи, чтобы создать свою собственную? С какими сложностями в семейной жизни столкнулись участники нашего проекта «Семья Агаевых»? А также удалось ли им измениться? Мы не только обсуждаем семейные проблемы, но и ищем пути их решения. Разобраться во всем этом нам помогут наши эксперты. Юрист Михаил Присяжник. Семейный психолог Наталья Холоденко. Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов. Актриса Рима Зюбина. А также акушер-гинеколог Виталий Римаренко. Что происходит, когда безумная юношеская любовь заканчивается свадьбой, и молодые супруги сталкиваются со взрослыми вопросами уже в семейной жизни? Давайте посмотрим, как жила семья Агаевых до того, как обратилась в наш проект. Внимание на экран. А какого хрена я прихожу с работы? Ты со мной посрался, я пошел себе жрать готовлю сам. Когда последний раз ты мне приготовила завтра? Объясняю, когда ты заработал, и у нас было что жрать. Устав жить в постоянных скандалах, за помощью в проект обратилась молодая семья Агаевых. На данный момент у нас проблема оплатить квартиру, детям кушать, оплатить садик, купить какие-то вещи на зиму. Алена Агаева, 22 года, дама-хозяйка. Мне уже проще пойти на работу, а тебе как бабе сидеть дома. Я тебе ничем не обязан. У тебя есть руки, у тебя есть ноги. Что ты хочешь, пи***, вы сама для себя делай. Эдгар, муж Алены. Эдгару 24 года, но он нигде не работает. Три года назад они создали семью, но к самостоятельной и взрослой жизни оказались не готовы. Не вводи меня, я тебя варю, пи***. А ты такая, пи***, а ты тварь. В такой атмосфере вынуждены жить их дети. Ваня, я сейчас тебе пальцы поломаю. Ваня, старший сын Алены от первого брака. А это Ванин младший брат Тимур, общий ребенок Алены и Эдгара. Алена родила Ваню в 17. Жизнь с первым мужем не сложилась. Встретив Эдгара, она думала, что все будет совсем по-другому. Я себя чувствовала по-настоящему счастливой. Что я вышла замуж, что рядом возле меня находится человек. Взрослый. Да, че ты, отожди. Мужчина, который сможет содержать свою семью. А? Который может постоять за свою семью. Я сейчас себя придушать. Она мечтала жить с надежными взрослым мужчиной. Но Эдгар оказался безответственным лгуном. Когда я сижу за одним столом с тобой, ты смотришь мне в глаза и говоришь человеку, я работаю директором в ангаре, я такой крутой человек. Я тебя колышу, что я кому-то... Да мне стыдно с таким брехлом сидеть. Ты где-то знаешь куда, б***ь. Человек просто врет на каждом шагу. В каждом слове у него ложь. Устав от постоянных упреков жены и не желая работать, Эдгар нашел способ, как достать деньги. Когда-то он спал, я заглядывала в его барсетку, и там лежит пять квитанций с ломбарда. Планшет за две с половиной тысячи, ноутбук, видеокамера. Я не хотел просто работать. Когда я жил с родителями, то есть как-никак я знал, что у меня 100 гривен хватит на неделю. А когда я женился, я просто знал, что там надо дать жену, надо на детей деньги тратить. Когда Эдик взял этих пять кредитов, естественно, Эдик не ходил на работу. Родителям звонили, и эти кредиты до сих пор выплачивают его родители. Когда в ломбард нести было нечего, и закончились кредитные деньги, Эдгар пошел на преступление. Я взял с других сайтов объявления на фотокамере и видеокамере, просто их выложил. И у меня люди заказали товар, отправили мне деньги, а деньги забрал, ничего не отправил. Обманул людей на очень круглую сумму. Мне тогда судья дал два года условного. Почему я каждый день сижу и жду, когда менты приедут, когда еще кто-то позвонит, что Эдик насрал в душу? Я тебе купил планшет, я тебе купил новую одежду, я детям купил новую одежду, я вас... Закраденные деньги, ты это все купил! Я в суде это все признал свою ошибку. Мои родители мне помогли, мы выплатили все денежные средства, которые я брал у людей. Но даже условная судимость не изменила Эдгара. Он до сих пор без работы продолжает жить в квартире тещи и брать деньги у своей мамы. Алло, привет, мама. Ты мне можешь там денег чуть-чуть дать, чтобы я смог там детям докупить, кушать? Хороший он, плохой, самый плохой. Ужасный. Он мой ребенок, я его родила. Мать, выкинь. Спасибо большое. Я жил один, мне было все легко. То есть есть деньги, нет денег. Самое главное, что я пришел, покушал дома. А когда я женился, то все перевернулось. Женившись, Эдгар оказался не готов стать не только главой семьи, но и отцом. Ты не тупи! Ребенка на меня... Уважение Эдик нужно заслужить. Блядь, он мне вчера говорит, папа, не трогай меня. Потому что он тебя боится. А что он меня боится? Потому что ты его трогаешь. Ты что, вообще что ли больная? Я тебе сказал, ехать, завали! Закрой рот! Сысь, блядь, охренеть на ребенка! Я тебе сказал, рот закройте всех! Сейчас всех вас разорвут. Эдик что-то от него требует. Либо ругает. Ваня сразу бежит ко мне, он плачет. Папа меня видел. А что он сделал? Я не видел его. А что? Младшего сына Эдгар не бьет. Однако его воспитание он доверил Ивану и телевизору. По сути, у Алены трое сыновей. Ведь создав свою семью, Эдгар продолжает вести себя как ленивый и эгоистичный ребенок. Я тебе опять сегодня дала какое-то задание, и ты не просто впадала его сделать? Или как? Ходи, п***ь, я тебе не забуду. Что я захочу, то я буду делать. Я хочу, чтобы я за тобой, как раньше, стояла за горой такой большой. Я чувствовала вот эту твою руку, что мы вместе. А сейчас я не такая? Нет. Нет? А знаешь, почему? Потому что ты меня не бил давно. Несмотря на такие сложные взаимоотношения, Алена любит мужа и готова пойти на все, чтобы спасти семью. Моя жизнь без него, я даже ей не представляю. Не хочу даже про это думать. Это мой человек. Первый раз она вышла замуж в 16. Но семейная жизнь не сложилась. Совсем юная, но уже с ребенком на руках, она встретила новую любовь. Казалось, теперь все будет по-другому. Оправдались ли ее надежды и стал ли молодой супруг настоящим главой семьи? Давайте узнаем у нашей героини. Встречайте, у нас в студии Алена Агаева. Здравствуйте. Здравствуй, Алена. Присаживайся. Скажи, Ален, а как так получилось, что ты в 16 лет стала уже женой? Мамой. Я в 15 лет ушла из дому. У меня в семье не очень хорошая атмосфера была. Я с мамой не очень хорошо ладила. Мне хотелось просто убежать с этого дома, не видеть маму. Я познакомилась с молодым человеком, мы начали встречаться. Получилось так, что его мама категорически была против, чтобы мы узаканивали отношения. А вот скажи, ты теперь уже на собственном опыте понимаешь, какие проблемы могут возникнуть в случае, если молодые люди не готовы к отношению? Да, теперь я это понимаю. Вот как ты считаешь, какие ошибки ты допустила? Я допустила самую главную ошибку, это то, что, например, несмотря на тех 19 лет, это довольно действительно рано. Рано выйти замуж. Я могла бы продолжить учиться дальше. Я была бы как специалист лучше, правильно? Но я осталась на той мели, которой я и осталась. Ошибка в чем? То, что я рано, я согласилась рано выйти замуж за человека, который действительно тоже был не готов. Хорошо, в 19 рано, в 20 уже пора? Нет, пора тогда, когда у человека есть какая-то стабильная работа, когда он может зарабатывать на жилье, то есть даже на съемное. Ты получила такой негативный опыт в первых отношениях. Могла бы подождать, пока ты как-то разберешься со своими целями, ценностями. Почему все-таки в приоритете стала не учиться, не строить карьеру, не найти другие отношения, а вот выйти замуж? Вот у меня была всегда такая цель выйти замуж. И мне хотелось найти такого человека, который мог меня понять, принять такую, какая я есть, и просто уйти к нему. Как же ты нашла Эдгара? Ну, Эдгар очень сладкий на язык, он может очень красиво рассказывать. Он очень был в отношениях настойчивый. Но вы же хотели себе такого человека стабильного, а купилися на эти сладкие его промовы? Он сделал мне предложение, я просто все-таки увидела, что человек довольно серьезно настроен на вот это все. Он на это все был серьезно настроен, но отвечать за это все готов не был, так же, как и первый. Он не понимал, насколько это действительно, какая ответственность, и что ему предстоит делать для этой семьи. Ну, без ошибок нельзя жизнь прожить, да? У Алены была такая ситуация, что ей хотелось уйти из семьи. Это очевидно. Что ей оставалось? Конечно, покупаться на какие-то посулы, обещания, вот этого Эдика. В нем есть вот что-то такое, что манит, да? Да. Я не создавал семью до тех пор, пока я не знал, что я смогу эту семью обеспечить сам. Я не делал свою супругу, будущую своей женой, до тех пор, пока я не понял, что это полноценный, полноправный партнер в жизни. И если я ошибусь и споткнусь, она сможет меня подхватить на какое-то время. Но я не сяду ей под юбку и не буду говорить ей «тварь», не буду ее толкать просто потому, что меня с работы выгнали, потому что я студент. Не может человек создавать семью, если он безответственный ребенок. Вот по поводу того, о чем ты говоришь, какие критерии ответственности? Вот как мужчина может понять, что да, я теперь ответственный для того, чтобы создать семью? На личном примере могу сказать так, что я для себя понимал, что я состоюсь как мужчина и как отец тогда, когда я сам смогу прийти в больницу со своим больным ребенком и поговорить с врачом, а не приведу маму свою или папу за руку. Когда я смогу свою, не дай бог, больную жену обеспечить, чтобы она выздоровела. Вот и все. Когда мужчина это понимает, отсюда уже начинается и движение к этому. А если мужчина ни хрена не хочет делать и говорит, что он на одной работе не может задержаться, потому что она ему надоедает и бьет жену от своей несостоятельности? Ну как можно этого человека называть мужчиной? За что я должен его уважать? А почему выбрала не такого мужа? Хороший вопрос. Вот, ну, хотелось бы услышать хороший ответ. Поначалу все было, ну, нормально. Ну, просто было видно, что да, там, как бы, ранний возраст еще не успел. Ну, вроде бы, как он хотел, он старался что-то делать. Ну, когда он увидел, что просто, наверное, действительно за него все делают. Самое важное, о чем надо говорить, это то, что должна быть ответственность мужская. Надо смотреть на потенциал своего будущего мужа. Готов ли он трудиться? К сожалению, тенденция, что все меньше и меньше и меньше мужчин готовы трудиться на сегодняшний день. Создавать семью, быть родителями или быть отцами для своих детей. Он создавал собственную семью, полагаясь на финансовую помощь своих родителей. Чем обернулось желание жить за чужой счет, давайте узнаем прямо сейчас. Встречайте, у нас в студии Эдгара Гаев. Здравствуйте. Проходи, присаживайся. Мы тут говорим о том, почему мужчины создают семьи, которые не способны обеспечить. Я думаю, ты знаешь ответ на этот вопрос. Скажу так. Когда я женился, я даже об этом не задумывался. Почему? Потому что я человека полюбил, у меня как-то я думал, что если любишь, то оно все в дальнейшем. Как-то все будет хорошо. Работа найдется, деньги найдутся. А по большому счету, то есть, когда проходит время, просто я понял, что это все было сказкой. Ты же понимал, что ты не просто встретил и полюбил девушку. Ты полюбил девушку, у которой уже есть ребенок. Да. Которому точно нужно что-то кушать. Ну, ты же это понимал? Да. Ты думал, что все само собой организуется? Если скажу честно, то я в то время работал. Я просто перестал работать, просто, ну, как сказать, если честно, пропало желание. Что бы? Ну, не хотелось. Работать не хотелось? А кушать хотелось? Ну, кушать хотелось, да. Работать не хотелось? Работать нет. А как так? Ну, как? Я рассчитывал на родителей. На чьих? Своих. На своих? Да. Я этого не скрываю. Я как-то всегда любил переводить стрелки на других людей. А на кого переводил стрелки, когда понимал, что вот твоя семья, и ты не можешь принести в свою семью деньги? На Алену. Алена? Да. А она как в этом была виновата? Ну, я всегда говорил, что она меня не уважает как мужчина, как отец меня никто не уважает. И у меня нет желания зарабатывать для этой семьи деньги. Почему, Эдгар, вы ушли с работы? Не захотел работать? Это какая-то... Это не так, какая-то... Просто я ушел с работы... Хорошо, я скажу так. Я ушел с последней работы, потому что я, когда зарабатывал деньги, я чувствовал вкус денег, я хотел большего. Я начинал, то есть, не контролировался я в этом смысле. Кем вы работали? Я работал заведующим склада стройматериалов. Мне платили зарплату, то есть, я хотел как-то больше заработать денег. Там криминал пошел, да? Что сделал Эдик? Эдик взял товар, продал, а деньги в кассу не положил. И, конечно же, владелец бизнеса оценил этот поступок не очень хорошо. А вот теперь пазлы сходятся. Хорошо, ну ушел. Так иди работай дальше. Нет, я понимаю, там... У Эдика есть условный срок. Мошенничество? Да. Да. Нет, по поводу... Хорошо, моя судимость. Эта судимость бы не была связана с том, что я это делал... То есть, ну как сказать... Это я это не делал с тем сможем, чтобы обмануть людей. Я открыл свой интернет-магазин. То есть, люди мне заказали товар. Эти деньги я отправил, человека нет, товара нет. А то есть, а я людям не могу, то есть... Да нет, Эдик, ну слушай, ты меня сейчас разочаруешь. Почему ты получил срок? Что случилось? Я открыл интернет-магазин, то есть, я выставил товар, которого не было. И то есть, люди отправили мне деньги на карточку, то есть, я собрал эти деньги. Первый месяц я их обманывал, то есть, будет товар, будет это все. По большому счету, то есть, я их обманул. То есть, у тебя было интернет-мошенничество? Да, у меня было интернет-мошенничество, да. Новая тенденция, интернет-мошенничество. Да, и то есть, когда у меня был суд, то есть, я адвокату сказал правду, То есть я суди в этом признался. То есть я говорил, да, у меня был умысел, я не работал, я, то есть, это сделал, я этого не скрываю. То есть я людям все деньги возвратил. И тебе дали условный срок? И мне дали условный срок, да. По благодолюбому. А деньги вы возвратили людям, да? Да, я деньги вернул людям. Почему ты решил в интернет-магазине вот применить эту процедуру мошенничества? Почему именно украсть? Почему именно присвоить? Просто для меня было самое главное то, что я думал, что счастье в деньгах. Вот вы заработали эту сумму, ну, через интернет-магазин. Сразу счастье упало, да, на голову. Изменились ваши отношения? Что изменилось после этих денег? Когда вы запланировали семью, вот вы решили, что вы будете жить вместе, у вас есть какое-то будущее. Вы обсуждали реально, кто чем будет заниматься? Когда у вас появится первый ребенок? За счет чего вы будете жить? Наверное, не обсуждали этого. А деньги у мамы, наверное, да, как-то там помогало? Нет, моя мама нам не помогала. Он просил всегда у своих родителей. У своих родителей просил, да? Родители ему давали, да. Оторвавшись от родителей, молодожены все равно сталкиваются с необходимостью решать бытовые вопросы. Но при этом необходимо думать еще и о том, как прокормить семью. Житейские трудности в итоге приводят к ссорам, конфликтам и взаимным упрекам. Так происходило и в семье Огаевых. Давайте посмотрим. Я сейчас вот эти две колонки тебе на голову одену. Я тебе говорю, что я целый день спина болела. Я не садился, чтобы тут упирать. А у меня тоже, Эдик, спина болела. Я поэтому целый день по городу смотрелась. Понимаешь? Ты что, бедка? Когда ты его посередине смыла? Меня хребет это, это твои обязанности. Когда посередине смыла? В чем моя вина, Эдик? Поговори с Ваней, поговори с мамой. Я не говорю, что ты со своей говорила. Поверим, реши все мои проблемы. Да мне она надо. Ты мне это говоришь. Я тебе, что не говорю, а сразу начать, потом тебе в трубке. А ты, я, 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 ты что, не обсуждаешь, бедка? Ты мне это сейчас говоришь, обсуди с ней. Ты что, бедка, что ли? Да никуда. Да иди, бедка, сама бедка хочешь сделать. Иди, бедка, я тебе сказал. Что ты на меня орешь? Блин, я тебе рот закрыл, что ты хочешь? Я себе так так послал. Блин, рот закрыл тогда. Блин, я тебе ей рот закрываю. Да, живу вам не капать на нос. Что, обоим пахали так, могу. Ну, то дать, блед. Чего вы сразу две, б***ь, начать поможете, б***ь? Ты оттуда она оттуда? Кому что она держала? Ну, то выбери одного. Не буду никого выбирать. Ну, то значит, не надо со мной жить. Я не забираюсь таким жить. Одного хватило. Ты что, б***ь, подала? Что-то на б***ь когда было? Так я тебя... Ты после этого у меня такое было? После этого? Не вспоминай, б***ь, мне ты, б***ь. Этого, Эдик, я... Целый день. Мне было больно, б***ь. А когда, б***ь, мне больно? Меня кто-то понимает? Вы все, б***ь, б***ь. И ты, и твоя, и мои, б***ь. Чего вы мне тогда не говорите? Эти, как только тебя составили. Вы мне, б***ь, б***ь, по самой гланды. Я тебе сказал, б***ь. Закрыла рот свой. Не беси меня. Бери свои руки, Эдик. Не беси меня. Б***ь, закрой свою. Что ты ко мне так подходишь? Ты думаешь, я тебя забоюсь? Не буду, б***ь. Я тебе предыдущий, я тебе сказал, б***ь, закрой. Ди, б***ь, б***ь. Закрой рот свой. Пошел вон отсюда, б***ь. На себя, б***ь. Рот закрой. Ди, б***ь, сама б***ь готова себя. Какой мразик, как ты, б***ь, сживай. Когда мы смотрели видео, Эдик так начал эмоционально реагировать, и Алена так взяла его за ручку и поддержала. Почему такая реакция? Почему ты даешь ему поддержку? Почему не Эдик дает тебе поддержку, а ты ему? Он очень много раз просил прощения. Главнее всего, он этого больше не делает. И я его поддерживала в эту минуту, потому что я ему сказала, что, Эдик, это было. Смотри, но ведь в этот момент тебя унижали. Почему он тебе, своей жене, в этот момент не дал поддержку? Эдик, вопрос. Ну, ты себя пожалел в этой ситуации. Нет. Почему думаешь только о себе? Почему не думаешь о своей жене? Оставайтесь с нами, и через несколько минут вы узнаете. Я познакомилась с молодым человеком, мы начали встречаться. Это... Ну, для меня ты ничто. Ты и для нее ничто. Это проблема. Это проблема. Это очень большая проблема. Раз она с этим человеком находится рядом, ее, в принципе, это устраивает. Я знаю, как они живут, я знаю их отношения, я знаю своего сына. А готов ли он к уголовной ответственности за то, что я видел на экране? Может быть, она мазохистка? Нет любви. Лучше разойтись, чем дальше продолжать. Я не поверю просто в это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok